Повторно он должен прийти 16 ноября в 10 часов, получить, что больничная закроется. А на кровь он получил далон на 22, 11, на 8, 40. Разница в неделю между диагнозом для ее отца и забором крови Елизавету поражает. Когда ей нужен был срочный прием кинеколога, ограничащий с жизнью, в своей 10-й горбольнице ей предложили прийти через 2,5 недели. Взять кардиограмму или подавлению – это невозможно. 2,5 недели прождать, когда у тебя обострение гастрит или давление, уже не будешь. Пойдешь к платному. 9 месяц уже ждет гастринтерологу, а подагра воспалилась, она уже 3 месяц ждет к этому ревматологу. Такие долгие ожидания. А почему здесь-то не попасть? А потому что здесь нет узких специалистов. Время 9 часов утра. Поликлиника полностью отремонтирована. Но народу нету. Наверное, потому что нету специалистов. Уже месяц жители барнаульских поселков объединяются, чтобы отстаивать свое право на доступную медицину. Мне обратились жители поселков Южный и Центральный, Вяжный, чтобы нам сообщать и проблему решить. Мы начали решать петиции. К 10-й горбольнице приписан десяток поселков. Это 40 тысяч человек. Огромная нагрузка для врачей и недельные очереди для пациентов. Сейчас петиция жителей удалена. Но тот, кого в ней просили отстранить от должности, главврач учреждения Павел Полников, уверен, что причины противостояния личные. Наверное, кому-то когда-то я не угодил. Сообщает, укомплектованность кадрами в норме. Средних медработников 76%. Столько же врачей. В каждом поселке есть амбулатория или ФАП. Фельдшер пункта в Ягодном вернулась на рабочее место. Ранее в СМИ писали, что из-за нехватки кадров ее перебросили в больницу Южного, оставив без первичной помощи целый поселок. Главврач рассказывает, что только сегодня провел два собеседования. Вышел эндокринолог, второй хирург стажируется, добавляет врачей, не хватает везде. А массовые увольнения вовсе и не увольнения. Если какая-то ситуация возникает с недокомплектом, это в основном сегодня связано с тем, что люди уходят на перерасчет пенсии и временно в течение месяца отсутствуют. Если в том году было еще пять врачей-педиатров, то в этом году три, и уже они говорят, что мы уйдем. Мы не справляемся с таким потоком. Ни в коем случае не говорю, что врачи какие-то плохие. Просто до такой степени система здесь образовалась не очень хорошая, ну как бы климат, что врачи уходят. Не сложно, а охрененно сложно. Представитель возмущенных жителей Максим Ломакин даже был на приеме в Минздраве, но в ответ услышал, что люди, цитата, во всех проблемах виноваты сами. Жители намерены и дальше бороться за доступность медпомощи. Анастасия Драган, Александр Антропов, День с толком.